Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наш разговор по недельным разделам, и сегодня у нас недельный раздел в АЕЦЕ, который начинается такими словами. И вышел я Акова с Бершевы и пошел в Харам. Береши 28... Почему-то у меня звук был выключен. Так, сейчас меня слышно? Слышно, да. Ну, что-то у тебя плывет. Так, считай, что это интернет слава. Ну, попробуем сейчас. Нормально. Сейчас нормально. Значит, я хочу с вами поговорить вот на какую тему. Когда мы обсуждаем исторических персонажей, каких бы то ни было, то обычно мы этого персонажа воспринимаем как некую готовую схему. Скажем, я не знаю, Юлий Цезарь завоеватель. Товарищ Сталин вождь и учитель. Мы не рассматриваем, как правило, этого персонажа в динамике. То есть вот сначала он был ребенок, и у него были какие-то качества. Потом он чему-то научился, и у него появились другие качества. Потом он прошел через одно, другое, третье, и все время он менялся, 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 менялся. Более того, очень часто, ну, не знаю, часто, не часто, но бывает, когда исторический персонаж сам как бы не хочет говорить о своем изменении. Вот он в каком-то состоянии находится, а то, каким он был раньше, его вот как бы не волнует. Ну, пример, опять-таки, из большевистской истории, когда какой-то там историк хотел написать монографию о юности Сталина на Кавказе, значит, то Сталин запретил это делать. И сказал, что Сталин – вождь советского народа и всего мирового человечества, а то, каким он был в детстве и юности, никого не должно волновать. То есть вот есть какое-то состояние, да, а развитие, подход к этому состоянию не волнует. И очень часто, когда мы обсуждаем те или иные персонажи Танаха, то мы тоже говорим о их каком-то состоянии. Вот там Авраам такой-то, и мы можем описать качество Авраама, Ицхак такой-то, Яков такой-то, там Машер Абейну вывел нас из Египта, а то, что сначала Машер Абейну воспитывался как египетский принц, а потом он бежал и был пастухом у Итро, и там он был совершенно другим человеком, а потом его Всевышний, так сказать, взял и заставил заниматься чем-то еще. Да и те самые 40 лет исхода тоже сначала Машер Абейну был один эпохи бесед с фараоном, а потом Машер Абейну был другой, совершенно другой эпохи книги дворим, и это был уже другой Маше. Ну вот сейчас я хочу немножко поговорить о разделе В.Е.Ц и о нашем праотце Яакове, о том, как он менялся в своей жизни. Дело в том, что в предыдущем разделе, когда мы обсуждали рождение Эсава и Яакова, то про Эсава сказано, что он сделанный, готовый, законченный, так сказать, вот вышел весь волосатый как плащ. Да? То есть, как бы Тора говорит, что Эсав такой, что уже не хочет развиваться. Он вот усвоил себе какие-то качества сразу от рождения и таким остался. А про Яакова сказано, Яаков муж цельный, сидящий в шатрах. То есть, главное, цельность Яакова состоит, как ни странно, да, это кто-то из великих цадиков хасидских сказал, А. Раби Искуско сказал, что самая цельная вещь в мире – это разбитое сердце. Цельность Яакова состоит в том, что он способен обучаться, и он постоянно меняется и обучается. Ну, еще в прошлом разделе мы находим два примера высокой обучаемости Яакова. Значит, смотрите, мы не знаем, в каком возрасте женился Авраам. Тора, когда говорит об исходе Авраама из Харана, показывает нам его сразу 75-летним, уже давно женатым. Ну, женился когда-то, в 40 лет, в 50 лет. Значит, Ицхак, и это мы точно знаем, это в Торе записано, женился в 40 лет. Так вот, Эсав думает, что он сохраняет семейную традицию и в 40 лет берет себе двух жен из тех, кто есть в окрестности, то есть он берет хананейских жен. А Яаков, наученный Авраамом и Ицхаком, что жен хананейских брать нельзя. У Авраама Сара из семьи Тераха, Ицхаку взяли Ривку из семьи Бетуэля. Значит, и Яаков, хотя ему уже 63 года, но он никуда не спешит. Он дожидается того момента, как папа его пошлет в Падана Рам, в семью Лавана за женами, за невестами. То есть не тогда, когда женился отец и дедушка, традиция адаптивная. 40 лет – это не догма, а руководство к действию. Значит, и Яаков вычленяет здесь главное, а главное не в какой год женился, а откуда взял невесту. И то же самое, когда Яаков обучается пастушескому ремеслу, когда, ну, я об этом уже немножко говорил, когда говорил о педагогической игре Ицхака и Ривке. Так вот, Ривка говорит своему очень домашнему ребенку, который сидел в шатрах и учился, так сказать, его максимум отношения к материальному миру – это умение суп сварить, чечевичный. А Ривка ему говорит, иди, пожалуйста, к скоту мелкому. Вопрос – мелкий – это какой? Теленок от коровы – это мелкий скот или крупный? А здоровенный козел, который больше этого теленка и с полуметровыми рогами – это мелкий или крупный? И где пасется тот и другой? И возьми мне оттуда двух козлят хороших, а как определить хорошесть по росту, по цвету, по длине шерсти и так далее? И Яаков на лету осваивает первый урок пастушеской мудрости. Теперь выходит Яаков из Бершевы и отправляется в Харан. Значит, ну, те, кто в уме представляют карту Ближнего Востока, понимают, что прямой дороги от Бершевы строго на восток, туда-куда-то к Эфрату и в Харан – это получится аравийская пустыня, совершенно не предназначенная для пешего и даже караванного перехода. Значит, добрые люди идут по плодородному полумесяцу, то есть сначала из Бершевы на север, через весь Эрец-Исраэль и где-то в районе горы Хермон, в районе северной Галилеи, поворот направо и дальше через территорию нынешней Сирии и с выходом в Харан. Харан – это вообще, строго говоря, на сегодняшний день это граница восточной Сирии и северного Ирака. И вот таким способом Яаков уходит из своего дома. – Ты закрыл микрофон, мы тебя не слышим. – Почему он у меня сам закрывается? – Окей, нет, ты нажал. – Мне надо купить новый компьютер, я сделаю это. – И дальше Тора говорит. – И попал на место, и ночевал там, потому что пришло солнце, и взял из камней место, и положил под голову, и лег в одном пасуке, повторяется, три раза. – Если Тора вот так вот нам говорит, место, 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 то значит это место непростое. – Если это Ж, то это Ж неспроста. – И вот на этом месте, как мы дальше узнаем, это нынешний Бейтель, а раньше называлось это место Луз, значит Яаков засыпает, во сне получает пророческое откровение, и в этом откровении сразу три новых урока. И мы видим, как снова меняется Яаков во время этого обучения. Во-первых, Всевышний существует не только в Бершеве, но повсеместно. – Значит, а что он не знал? – Он думал, что да, конечно, есть Кадош Баруху, но он где-то там у нас у Бершевы. – А оказывается, он есть и в Бейтеле тоже, и надо думать, что он есть и дальше, и впада на раме. И, собственно, убедившись, что Всевышний есть в Бейтеле, Яаков требует от него поддержки на всем его пути. А вот иначе я тебе служить не буду, если ты мне не поможешь и не дашь мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться. Всевышним оказывается можно и нужно входить не только в косвенный контакт путем жертвоприношений, но и в прямой путем просьб, молитв и получения пророческих откровений. То есть человек может и должен быть собеседником, партнером, сотоварищем Всевышним. И, наконец, в-третьих, самый главный урок, который получает Яаков. Причем, как мы чуть дальше увидим, он его получает и сразу пытается его применять. Итак, в-третьих, структура мира, управляемого Творцом, логична и доступна пониманию. То есть речь идет о лестнице Яакова. Вот лестница идет, установлена на нем от земли до неба, конец ее в небе, поднимаются и спускаются. То есть есть некая структура мира, вот есть эти самые ступеньки, уровни и иерархия, есть управляющие элементы, ангелы. И все это четко, ясно и понятно Всевышний открывает к Яакову. Значит, Яаков приходит в Харан, причем, подобно Элиезеру, который пошел туда за невестой для Ицхака, Тора нам подчеркивает, с одной стороны, что переход Яакова в Харан оказался буквально мгновенный. Значит, и поднял Яка в ноги свои и пошел в страну сыновь Востока и увидел, и вот колодец в поле. То есть как бы вот он пошел и сразу пришел. Да, все произошло мгновенно. На самом деле, если мы внимательно будем анализировать этот текст, если мы возьмем комментарии Раши, то мы увидим, что не так все просто. Это Элиезер пошел и пришел в Харан через 10 дней после выхода из Эриц-Исраэль. А вот Яаков шел в Харан на минуточку 6 лет. И где он был эти 6 лет? И наша сегодняшняя археология, она нам просто это место указала. Значит, вообще говоря, согласно традиции, согласно Устной Торе, Яаков 6 лет учился в Яшиве Эвера. Был такой Эвер, один из потомков Нооха, и занимался он тем, что распространял знания о Творце. Ну, слово Ешива я не знаю, насколько это уместно, но как бы Яаков учился у Эвера. Так, что нам рассказала современная археология? Где-то лет 5 назад на территории нынешней Сирии был раскопан город, который был построен еще во времена до Авраама. То есть этому городу на сегодняшний день как минимум 5 тысяч лет. И поскольку там нашли массу всяких надписей и глиняных табличек, то выяснили, кто этим городом управлял. Так вот, в этом городе был царь по имени Эвер. То есть как бы это не миф, не фантастика, а вполне себе был Эвер, был город. И Яаков мог провести, причем этот город как бы находится по дороге, вот когда движешься по плодородному полумесяцу в сторону Харана. И там Яаков мог и остановиться. То есть вот этот вот комментарий Раши, он вполне себе подтверждается археологией. И эти шесть лет как бы Яаков впитывал и переваривал полученные уроки. Итак, приходит Яаков в Харан, и первое, что он видит, и увидел, и вот колодец в поле, и вот там три стада овец лежат у него, потому что из колодца этого будут поить стада. И камень большой на устье колодца. Значит, я обращаю ваше внимание, что в Танахе стада овец – это народ. И как мы говорим в одной из молитв Йом-Кипура, мы стадо твое, а ты наш пастух. То есть вот мы воспринимаем себя как стадо овец, и Всевышний нас пасет. Но Всевышний, он не просто наш пастух, мы еще говорим, ты царь наш. Так вот, вообще говоря, работа пастуха – это дело царское. И в Танахе вот стадо – это народ, а пастух – это царь. И совершенно не случайно пастухами были и Яоков, и Авраам, и Давид, и Маше. Все это были пастухи. Тов. Значит, таким образом Яоков оказывается в ситуации впервые, да, международной политики. То он жил в своей семье. Там у папы, у дедушки в шатре – это уже второй вопрос. Там у Эвера. А тут он выходит в мир и видит три народа. И спрашивает. Братья мои, откуда вы? Что за странный вопрос? Вот колодец, вот стада, три пастуха. Чего спрашивать? А вопрос-то вот какой. Потому что камень большой на устье колодца, и соберутся туда все стада, и отвалят камень с устья колодца, и напоят мелкий скот, и вернут камень на устье колодца, на место его. Тут надо понимать немножко, что такое колодец в нашем районе, в нашей земле. Колодцы, как правило, в отличие от колодцев средней полосы, это не источник воды, а это хранилище, это резервуар воды. То есть, когда в Эрицисраэль говорят, вот родники и колодцы, так вот родник – это источник воды, а колодец – это резервуар, вырубленный в скале. Значит, его обмазывают специальной водостойкой-обмазкой, чтобы вода не утекала через микротрещины породы. У нас достаточно пористый известняк основная порода, и в этом колодце накапливается вода во время зимних дождей, а весь остальной период эта вода используется. То есть, колодец – это вполне такое вот хранилище воды, достаточно ограниченный и важный ресурс. И в чем здесь дело? Почему три пастуха, вот три стада должны собраться и вместе отвалить камень? Они не доверяют друг другу. Они боятся, что кто-то один вычерпает всю воду, другому не останется. Поэтому вот давайте мы будем друг за другом следить, кто сколько использовал воды из этого колодца. Ну, после того, как я вам объяснил, что такое израильский колодец, становится понятна история о том, как пророк купил 12 колодцев воды для пророков, для этих самых паломников в Иерусалим. Вот чтобы обеспечить приходящих на праздник, он купил 12 колодцев воды. То есть, он покупает не 12 источников, а он покупает определенное количество воды в резервуаре. Так вот, видит Яков такое безобразие. А в чем состоит безобразие? Разие состоит в том, что на дворе день, солнце высоко, надо пасти овечек, а вместо этого они лежат около колодца. То есть, на самом деле, пастухи не выполняют своей функции и на самом деле все плохо. Овечки не пасутся, не едят траву. И тогда говорит Яков, братья мои, откуда вы? Что вы не понимаете простых вещей? Надо немедленно, вот подошел к колодцу, напоил овец и пошел дальше. На что ему пастухи отвечают. Из Харана мы. А Харан – это, можно посмотреть, берешить 28-10, предыдущий перик, это намек на злобу и конкуренцию. Ты нам тут, прохожий человек, не морочь голову. У нас конкуренция, у нас, так сказать, вот человек человеку волк, и поэтому мы уж будем делать так, как мы привыкли. То есть, Яков, получив урок управления миром, попытался сразу мир исправить и, так сказать, натолкнуть вот эти три племени, три народа на нормальное сотрудничество. И ничего не получилось. Вообще народы редко слушают одиночек. Почему, так сказать, теория экспорта революций, она оказалась провалена? Рядом примеров 20 века. Потому что вот приходит человек, или как у Стругацких в «Трудно быть Богом», и начинает объяснять, как нужно жить, а его не понимают. Человек не может своей личностью дать пример народу, дать пример большим людским массам. Человек, вот скажем, один народ может послужить примером для другого народа. Вот смотрим, как у них все устроено. Слушайте, они вот хорошо сделали, давайте и мы что-нибудь похожее устроим. Но никак иначе. И тогда Яаков, а у него вот внутри этот зуд исправления мира. Он усвоил урок конструкции мира и хочет его исправить. Он понимает, что один он на эти три народа не повлияет. И тогда он пытается обратиться на знакомую ему социальную единицу. И сказал им, знали ли вы Лавана, сына Нахора? И сказали, знали. И сказал им, шалом ли ему? И сказали, шалом. Значит, ну, тут надо понимать, что слово шалом здесь не только мир, да, во всех его аспектах. Мир как отсутствие войны, мир как социум. Но шалом – это еще и одно из имен Всевышнего. Поэтому вопрос Яакова на самом деле можно перевести так. Вы знаете семью Лавана? И знаете ли вы, что эта семья подчиняется законам Всевышнего, законам Пашем? Печально то, что пастухи ответили не знаем, а знали в прошедшем времени. То есть, может быть, когда-то семья Тераха, Нахора, Лавана и была достаточно влиятельной. Но сегодня они где-то, так сказать, не входят в мейнстрим данной территории. Да, они где-то есть, мы их знали, но брать с них пример мы совершенно не собираемся. И вот Рахель, дочь его, дочь Лавана, приходит с овцем. Значит, вообще говоря, слово Рахель в переводе с иврита означает овечка. Но она не просто овечка, она пастушка. Раз она пастушка, мы уже с вами это обсудили, то она принадлежит категории вождей. И когда Яаков ее видит, он понимает, что вот жена, с которой он может строить еврейский народ. И он чувствует себя лидером после всех своих уроков. И она из вождей. Значит, вот вполне себе две половинки. И сказал, вот еще день большой. Не срок собирать скот. Напоите овец и идите пасите. И сказали, не сможем, пока не соберутся все стада и отвалят камень с устья колодца и напоим овец. Еще он говорит с ними, это вот с тремя пастухами. И Рахель приходит с овцами, которые у отца ее, потому что пастушка она. И было, когда увидел Яаков Рахель, дочь Лавана, брата матери его, и овец Лавана, брата матери его. И подошел Яаков, и отвалил камень с устья колодца, и напоил овец Лавана, брата матери его. Три раза повторяется, матери его, матери его, матери его. То есть подчеркнуто, что это именно та семья, куда он шел. Потому что Рифка, так сказать, в своем пророческом откровении, мобильной связи тогда не было, узнала, что у Лавана родились Рахель и Лея. Значит, смотрят на это пастухи. И вообще для них это полное удивление, полное негодование. Что это? Пришел чужой человек и начинает какие-то свои правила, и отвалил камень, и напоил овец. Более того, Яаков делает то, что вообще говоря, даже сегодня не во всех социальных слоях нашего общества принято. А уж тогда это просто какое-то полное бесстыдство. И поцеловал Яаков Рахель, и поднял голос свой, и заплакал. Значит, ну, поцеловал Яаков Рахель, потому что вот он понял, что это его жена. Сегодня или завтра, или через месяц, как выяснилось, через семь с лишним лет. Но это совершенно не важно. Ты будешь моей, и все. А почему Яаков заплакал? Казалось, радоваться надо, ты жену себе нашел. Нет, Яаков плачет, потому что ему не удалось внести какой-то, вот внести свой вклад в исправление мира. Ему не удалось хорошо договориться с пастухами и исправить этот мир. Значит, другой вариант, может быть, слезы – это ответ на циничную реакцию пастухов. Что, так сказать, вот он поцеловал Рахель, они начали на него показывать пальцем, смеяться над ним, и Яаков заплакал. Значит, пастухи смеются, потому что они меряют поступок Яакова своими мерками. Ну, вообще говоря, вот эта вот ситуация выхода Яакова в мировую политику, она очень напоминает сегодняшнее осуждение в Организации Объединенных Наций Израиля. Значит, единственной ближневосточной демократии осуждают нас за то, что мы нарушаем права человека. То есть вот у Яакова с Рахелью высокие и чистые отношения, а пастухи над ними смеются. Яакову предстоит выучить еще много уроков. Это не конец его развития. Значит, это искусство построения отношений с родственниками, от которых невозможно убежать, как он убежал от Исава. Это сложнейшее конструирование полигамной семьи. Значит, вот семья, в которой есть четверо жен, это очень непростое дело. Это совершенно блестящий результат в освоении прикладной генетики во всяких действиях с размножениями овец. И это снова международная политика, но уже в роли главы большого семейства, по сути, национального вождя. Значит, вот 12 родоначальников колен – это, по сути, уже зародыш народа, и Яаков становится национальным вождем. И он снова выходит в большую политику, но уже не как одиночка, а как вождь зарождающегося народа. Вот. Ну и самый важный урок будет в следующем разделе, но об этом мы поговорим в следующий раз. Какие есть вопросы? Господа, и, по-моему, единственная присутствующая, но очень важная дама. Да, главное, я не показал вам. Вот она, наша белая книга, которой я пользуюсь, которую я обширно цитирую, и комментарии, с которой использую. Господа и дамы, есть вопросы? Окей, ну хорошо, давайте вы будете обдумывать свои вопросы, а мы, не теряя времени, тогда перейдем. Да, мы готовы отвечать и в письменном виде, и как угодно. Окей. Ну хорошо, тогда я предлагаю перейти к нашей следующей теме, к следующему аспекту этой недельной главы. Вот я выбрал статью Рафханан Парада, она мне, честно говоря, дико понравилась даже. Они всегда очень нравятся и как бы очень сильно задевают, но в этот раз, я бы сказал, больше, чем обычный. Число садя называется Сулам Ушмо Адам, лестница по имени Человек. Очень, надо сказать, наверное, вы тоже, так же, как и я, уже не раз встречались с различными как бы описаниями, подходами, притчами в любой как бы медиа, визуальном и словесном, как угодно, на тему лестницы Якова. Это очень как бы распространенная тема, очень красивая, визуальная и так дальше. Вот я, например, одна из версий, которые я слышал от Миши Кара-Иванова. Это известная как бы тема такая, что лестница по существу отображает ангелы, которые спускаются, поднимаются. Это как бы вот такие ангелы, символические образы, представители каждого народа. Это как бы их духовные поставь, что-то типа этого. Вот Ханан Парад, на мой взгляд, очень красивую развивает как бы идею, схему. Она мне очень понравилась. Вот я как бы вам ее хочу коротко изложить. Значит, вот эти четыре как бы послуга, которые, два послуга, которые мы разбираем из книги Бреши, 26 глава, 12-13 стихи, да, они вот, вот они. Ну, видите, звучит так. Ваяхлом, вейне, сулан, муцав, арца. И вот, видится ему. То есть не заснул, а именно ваяхлом. Ваяхлом, значит, находится в процессе видения во сне. Ему видится холом. Он находится вот в процессе холома. И что? Вейне, и вот. Вейне, это значит вот, что у него перед глазами. Вот перед глазами, что у него как бы, что он чувствует. Сулам, муцав, арца. Лестница. Дальше мы посмотрим сулам. Непростое слово. Муцав, арца, стоящее на земле. Муцав, вообще говоря, это слово интересное. Муцав. То есть, вообще, в этих двух суках все слова интересны. Вот. Ну, вот муцав. На современном элите не глагол, а существительное. Это муцав, это в армии, это укрепленная точка. Я не знаю, как это сегодня в советской армии или там в русской, в русскоязычной армии, как это называется. Позиция, бункер. Муцав – это вот что-то типа бункера. Такая укрепленная позиция. А от слова яциф. Яциф – это что-то устойчивое. И тут уже есть какое-то такое вот уже внутреннее напряжение, которое слышно, ну, как бы ухом, который более-менее понимает, как бы, музыку еврейских слов. Соносный холом. Холом – это холомис, да. Это что-то урвы парах, то есть что-то, не имеющее связи с действительностью. А с другой стороны сула муцав. То есть муцав, муцав, стоит, в бит просто. Дальше. Следующая, как бы, строчка, она поразительная. Варушо магия шамайма. Варушо имеется в виду, да, это сулан, лестница. На иврите мужского рода, по-русски должно перевидеть страта, а ее голова, или ее, как бы, окончание этой лестницы, достигает небес. Шамайма. Ви инэмэлахэйлуким, олимбо юрдимбо. И вот ангелы. По-русски переводится, проще всего, ангелы. Ангелы, в смысле, нечеловеческие создания. Ангелы, божьи, поднимаются и спускаются по ней. А, как бы, завершающие, вот эти два сука, ну, как бы, вообще убийство написано. Ви инэ, ашэм, нитсав, алаф. И вот, ашэм, всевышний, нитсав, перекликается с муцав, как было сулан, алаф. И всевышний, стоит плохое слово, представляется на нем. Окей, вот эти вот загадочная совершенно картина. Давай мы пытаемся ее разобрать. Значит, сначала Ханан Парад справедливо отмечает, что книга Брешит, начиная с вот нашей Пороши в Айце и дальше, она вся, Рацуфа, она вся перемежена с наведениями самых разных видов, начиная от видения самого Якова и видения Йосефа. Дальше, да, видения со снопами и так дальше, со звездами, кто ему поклоняется. И дальше, кончая с нами, веночерпия и ответственного за хлеб у фараона, и кончая опять до самого, с наведения самого фараона. То есть вся книга Брешит, начиная с нашей Пороши, она вся как бы пронизана этими темами снов. Само по себе интересно. Но представляется, что все-таки самым как бы крутым, из так можно сказать, на современном русском языке, самым величественным сном является именно вот сон, который мы попытаемся забрать, именно сон Якова. Дальше Ханан Парад пишет тоже интересную вещь, которая не сразу приходит как бы в голову. С одной стороны, по-видимому, как бы материальное, если так можно сказать, состояние праотца Якова в этот момент, оно ужасное. То есть он лишен всего. Я не знаю, был ли у него как бы вещь-мешок, или все, но сейчас у него была палка. Ну вот он с палкой, как бы больше ничего нет. Более того, как бы моральное состояние ужасное, потому что он гоним. Его мать как бы отправляет подальше от Исаова. Почему? Потому что Исаов сказал, что он хочет его убивать. То есть у него состояние человека, который убегает от смертельной опасности, не знает, куда он идет, не знает, что его ждет впереди. То есть он находит в состоянии человека, которому совершенно не до снов и не до символов. Человек, который, грубо говоря, спасает свою жизнь. И при этом он видит, мы сейчас посмотрим, один из самых величественных снов, которых мы видим дальше. вообще, говоря, показывает в какой-то визуальной перспективе вообще связь самых высоких вещей. Связь высокого неба и связь низкого земного. И все это видится человеку, который находится в состоянии как бы бытового, материальном, совершенно ужасном. И вот здесь, как бы, аппарат уже проводит как бы начало своей идеи, которая мне очень понравилась. И он говорит, что нам это показывает, что у человека есть как бы внутренние душевные, моральные, духовные способности, которые он может использовать и видеть вещи, которые совершенно не находятся как бы пропорционально в том состоянии, в котором он находится. Вот на примере как бы про отца Якова. И приводит потрясающее выражение рабица Дока Коина из Люблина, который сказал Потрясающее выражение. Приблизительный перевод на русский язык, он такой. В том месте, где находится мысль человека, его идеи, вот там он весь и находится. Это потрясающе. И очень может быть, что вот это вот вот это выражение, оно является как бы ключом для нас к понятию всей этой ситуации. Окей? Теперь давайте посмотрим дальше. Смотрите, на иврите есть такие два слова, которые одно цепляется за другого. Называется Машаль Данимшаль. Наверное, вы это узнаете, но те, кто не знает, я как бы повторяю, да? Машаль это то, что по-русски обычно называется притча, то есть некоторый образный рассказ, символический рассказ. А дальше Немшаль это как бы это вывод. Это как тут мне Кугл сказал, секунду? Это мораль. Так уж есть совсем, наверное, цеплят Леабдель, да? Но как бы для того, чтобы было понятно, вот вы мне подскажете, наверное, может быть, я же подзабыл, сейчас вспомнил, вот про басни Крылова, да? Там же есть такое выражение, что-то такое, добра, молодцы, урок. Это оттуда, нет, ну, что-то типа на эту тему. Что в каждом, как бы, вот такой притче, там вот есть некоторый урок. Так вот, на веке это называется Машаль Данимшаль. И вот сейчас мы, вот это как раз, это сердцевина того, что мы хотим, как бы, понять. Итак, мы разбираем Машаль Данимшаль в образе лестницы. И давайте посмотрим, как относятся мудрецы вообще к теме образов. Как их надо понимать? Ну, по простому смыслу, как бы, ну, понятно, человек может сказать, что, по-видимому, есть два подхода кардинальных. Один подход, который говорит о том, что это некоторый отвлеченный образ, из которого невозможно, как бы, его превратить в чисто материалистическое объяснение со всеми подробностями, то есть, грубо говоря, разобрать его на компоненты и построить некоторую материальную схему. Это первое. Это так, как можно быть, как можно представлять Машаль. А может быть, Машаль другого сорта. Машаль, то есть, ну, притча, да? Не хочется говорить слово притча, мне кажется, правильно все-таки оперировать еврейским словом Машаль, потому что, даже если оно звучит неприлично для русскоязычного слова, тем не менее, оно гораздо более правильное, чем слово притча. Да? А может быть, Машаль, в котором надо разглядывать с увеличительным как бы лопой для того, чтобы смотреть каждую деталь, потому что каждая деталь, она четко обозначает что-то. Вот нам сейчас важно понять, как нам относиться вот к этому сновидению с лестницей, с лестницей ангелов, и с Всевышним, который располагается наверху. Что это? Это Машаль первого вида либо второго вида? И смотрите, вот то, что я вам сказал, да, об этом говорит Рамбам, Маймонид, в видении в книгу Морен и Вослим, по-русски переводит обычно путеводитель заблудших либо растерянных, вот как-то так, да, и он различает между этими двумя видами Машалей, и пишет что вот есть такие Машали, в которых каждое слово заключает в себе, наполнено в себе конкретным смыслом. А есть такие А именно есть такие, в которых каждое слово по существу оно несет какого-то конкретного смысла, а вот такое обильное перечисление или обильное описание и так дальше, они все для того, чтобы он пишет Ли Я Пота Та Машаль, сделать его более красивым. И тогда, переводя как бы на близкий нам язык, можно сказать, что вот это тип Машаля, который, можно сказать, иносказательный. Так вот, нам вот важно сейчас понять, следуя за Ханан Паратом, вот этот Машаль Холома Якова, Сна Якова, его сновидения, к какому типу Машалю он относится. А теперь дальше. А что пишет Рамбам? Он пишет, И как в примере Машаля, в котором каждое слово наполнено конкретным смыслом, Рамбам именно приводит Машаль вот с этим самым Суламом, с лестницей. Я все время перевожу слово лестница, хотя тоже, сейчас посмотрим, это неправильно переводить словом лестница. зачастую вообще перевод евритских слов на русский, он очень приблизительный, как бы, ну, непонятно, потому что он как бы закрывает человек, ну, лестница, конечно, вот у нас в подсобке там лестница стоит. Я посмотрим, что на еврите есть несколько слов для обозначения, ну, вот, как бы, конструкции для продвижения человека вверх, как он поднимается вверх, да, одно из них, действительно, Сулам, но это, это не совсем русская лестница или совсем нет, окей? Так вот, что пишет Рамбам? Он пишет, Вене Сулам Муцав Арца Верушо Магел Шамайма. И вот Сулам Муцав, да, повторяю, расположен на земле, Арца, Верушо Магел Шамайма, тоже очень красиво, просто как стих, да, вы видите, вместо Муцав, например, Аля Арец, написано Муцав Арца, и точно так же, в такой же форме написано Магел Шамайма, Магел Шамайма. Кто-то знает, кто-то учит иврит, хотя бы на начальной стадии, он знает, что когда мы хотим в иврите определить направление движения, это можно сделать двумя способами, и они тоже по коннотации, они немного отличаются. Можно сказать с приставкой Эл, например, когда человек говорит они Оле Лей Рушалайм, то есть я поднимаюсь в Иерусалим, или они Оле Лей Рец, я поднимаюсь, репатриируюсь в землю, а можно без Эл, добавляя Эй, и тогда это звучит так, они Оле Яру Шалайма, на конце Эй, и точно так же говорит, они Оле Арца. Различие между ними тонкое, но тем не менее оно есть, и вот то, что здесь, здесь, тоже интересно, что написано Муцаф Арца, а Маге Шамайма. Интересно спросить как бы настоящих знатоков, говорит, которым я совершенно не являюсь, но на мой вкус, на мой вкус, да, вот эта приставка Эй, она говорит не просто о направлении, а она как бы говорит о направлении слияния, то есть человек не просто движется к земле, а он как бы поднимается в землю, вот между к земле и в землю, например, по-русски, понятно, ради, что в земле, но это как бы вектор, я могу находиться в Петербурге, но при этом вот уже сажусь в самолет, вот уже как бы это самое, а вот вхожу в землю, это значит я физически вхожу, мне кажется, что здесь вот эти вот Эй на конце вместо Эл, это говорят о том, что это Сулан стоит просто вдолбленный, так можно сказать, в землю, а при этом голова его поднимается не просто не достает небес, а она в небесах, вот это вот мне кажется тоже интересно, но дальше Рамбам по-простому просто говорит Сулан что слово Сулан говорит про нечто определенное, существенное, Муцаф Арса, Арса добавляет еще один смысл, Горушо Магия Шамайм, а голова как бы вот поднимается, достигает небес, вот слово достигает, по-моему, лучше, так это третья вещь, И вот Ангелы Божьи, А это показывает на четвертая вещь, в Амрум Лим и как сказано поднимается, это на пятое, в Йордим это на шестое, в Иене Ашем Ницав Аллах, и вот Господь располагается на нем, то есть мы видим на этой лестнице, да, это показывает на седьмое, то есть Рамбам однозначно говорит, что надо докопаться и понять в сущности всех этих вещей, что это не просто фантазия, что это сделано не для красивого слова, а перед нами, перед нами некоторое конкретное, как бы, ну опять слово притча по-русски, да, которую надо совершенно четко понять, какой из него вывод мораль, вот, и что, как бы, все эти составляющие, окей, теперь дальше, пишет, говорит дальше, очень интересно Ханан Парад, что вообще стоит, как бы, учесть, что слово Сулан, можете проверить по конкордации, слово Сулан является, он пишет, Ихидаид, Ихидаид от слова Яхид, то есть называется уникальным во всем Танахе, не встречающийся больше нигде, и дальше, поскольку я уже говорил, что наибрите есть несколько слов-синонимом, и сейчас я скажу, те, которые мне известны, то, что я как бы пришло на ум, есть слово Сулан, это то, что у нас, да, есть точно так же слово Мадрыгот, вот Сулан, это больше действительно поднятие, а Мадрыгот, Мадрыгот, это что-то такое, что разделено на отдельные ступеньки, то есть некоторая вот такая ступенькость, вот эта вот ступенькость, вот эта вот лестница по-русски, вот мне кажется, вот эта вот ступенькость от слова Мадрыгот, да, когда человек ходит в подъезд, вот видите, там вот Мадрыгот, это называется Мадрыгот, более того, еще говорят иногда Хадар Мадрыгот, как в Смехуте, Хадар Мадрыгот означает, ну вот вход в подъезд, вот там где-то лестница, да, они называются Мадрыгот, кто-то там у Лэба Мадрыгот, он поднимается по лестнице, в современном иврике, как бы можно говорить и так, и так, лестница, которую используют для хозяйственных работ, да, действительно, чаще говорят слово Сулам, вот Абили Сулам, принесем действительно эту лестницу, да, но тем не менее, есть-то разница, и, наверное, для специалистов в Танахе, они бы нам объяснили, почему здесь, или какой дополнительный смысл дает слово, именно слово Сулам, но, в основном, для Танаха, для Танаха, это слово уникальное, теперь дальше, Танахарат идет дальше, как обычно он делает, он приводит, как бы, классические комментарии, в случае Раши, и, как бы, зачастую говорит, что они его не удовлетворяют, он хочет найти какое-то более, не хочу сказать, глубокое объяснение, но какое-то более всеобъемлющее объяснение, значит, известный комментарий Раши, который останавливается на Олимбо-Йоргим, поднимаются, опускаются, что по-пшату непонятно, да, для того, чтобы подниматься, надо сначала спуститься, как бы непонятно, почему они сначала поднимаются, а потом спускаются, иди даже наоборот, человек, который перед ним лестница, да, спуститься, подняться, почему именно такое, почему именно такое направление движения, сначала опуститься, а потом подняться, ну, и он, как бы, приводит такой, интересный тоже, в рамках пшата, но все-таки мошадь, о том, что есть разница между ангелами, которые внутри земли Израиля, и есть ангелы, которые вне земли Израиля, ну, и как бы в пересчетах нашего времени, что как бы безопасность, которую обеспечивают ангелы израильские, так можно сказать, отличается от того уровня безопасности, который дают ангелы вне земли Израиля, то есть, поле состраховки, у них как бы разное, так если шутить, да, поэтому ангелы, которые внутри земли Израиля, они не могут выходить как бы за землю Израиля, и они вот довели Якова до конца земли Израиля, оставили его здесь, передали его, поэтому поднялись, а дальше спустились ангелы, которые спровождали Якова вне земли Израиля. Ну, при этом Ханан Парат говорит, что, в общем, ну, как бы, ну, это интересное объяснение, но оно, цена нам ничего не объясняет, во-первых, не в грандиозности этого явления, да, этого сна. Ну, и потом, даже по простому смыслу не очень понятно, да, ангелы, все-таки, они, как бы, сущности божественные, да, зачем вообще им лестница нужна? Ну, как бы, зачем ангелу лестница, так грубо говоря? Человеку нужна лестница, потому что, как бы, притяжение к земле, иначе фигурбанешься, и так дальше упадешь. А зачем вообще, бросил вопрос, зачем вообще ангелу, зачем лестница нужна? Без лестницы не могут подняться, и вся эта идея лестницы вообще непонятна, несмотря на как бы сангел. Окей. Тогда Ханан Парад сразу же выдвигает, как бы, свою конструкцию, вот так называя следующий параграф. И она, на мой взгляд, ошеломляющая. Он говорит, у Лива и Йордин поднимаются, опускаются, делают три точки, то есть, как бы, останавливаются, а дальше производят и тех на публику, так в кавычках, говорит Беяков. В самом Яковле. О, что значит в самом Яковле? Непонятно. Дальше говорит так. Говорит, что очень глубокий смысл, в чем мораль, или в чем, как бы, вывод из вот этого Машаля можно усмотреть, так, по ходу дела, в споре мудрецов, в книге, сборнике Медрашей, Медраш Раба, там, где они, как раз, идет разговор о сне Якова. И смотрите, как интересно. Это сейчас без всякого Фрейда, это без психоанализа, это без развитого психочего-то XX века. Смотрите, что пишут мудрецы. Вейне Малахей Луким Олимба Юрдимбо. Это снова цитата нашего послуха, да? И вот ангелы Божьи поднимаются, опускаются. Раба Хея в Раби Янай. Вот они между собой как бы спорили. Один из них сказал Олимба Юрдимбо Сулан поднимаются, опускаются по лестнице, по прямому, как написано. А другой сказал Олимба Юрдимбо Яков поднимаются, опускаются в Якове. Вау. Как это понять? И дальше, продолжая дальше, говорят, сказано Беене Ашемни Цафалах. И вот Господь стоит над ним. Тоже, кстати, над ним всегда. Знаете, когда стоит над ним в конце, как бы знак вопроса над ним, над Яковом или над ним, над Суламом. Непонятно. Но, предположим, по прямому слову стоит он вот над Суламом, над этой как бы лестницей. Один из них говорит, один сказал Аллаф. Что значит Аллаф? Аль Сулам на лестнице по прямому слову, как по прямому написано. А другой сказал Аллаф Аль-Яков, а другой сказал нет, не на лестнице. Всевышний не надо стоять на лестнице. То есть, даже как ангел, им не надо подниматься, отпускаться, используя для этого приспособления. земное приспособление. А он стоит над ним, стоит над Яковом. Вот вам, пожалуйста, уже как бы начало нити, которую мы можем взять. Теперь дальше. Вот объяснение, которое начинает развивать Ханан-Парад. Сулам, вот эта лестница, которая видится Якову, в его сне, на самом деле он пишет, это Яков Ацмол. Это сам Яков. который, дальше интересное такое выражение написано, я думаю, более-менее современное написано, а Холем это Ацмол Адад, который совершенно, Холем Ацмол Адад, это означает, что он совершенно потерял как бы свое собственное ощущение или свое собственное как бы чувство реальности в этом сне. То есть, он полностью погружен в этом сне, да, настолько, настолько, что он как бы ощущает эту лестницу в себе. Более того, Жетханон Парад, вот в этом ощущении Якова, вот этой лестнице, соединяющей небо и земли, как мы сейчас увидим, Яков чувствует, что это некоторая модель прообраз во-первых человеческого существования. То есть, лестница как символ образа самого человека, то есть, человека с большой буквы, человека вообще, а не только конкретного Якова. То есть, получается такая вещь, что тело человека является тем самым суламом лестницы, которая стоит на земле, а его душа, которая по существу, это часть божественного в нем. спускается землю с небес и потому, как сказано, человек Беофар Есудо, то есть, основа человека в прахе, как Адам решен, из праха был сделан, и в прах человек возвращается обратно. Да? Но, с другой стороны, его голова, то есть, человек по своей сути, Рошо, Магия, Шамайма, голова человека может достигать небес. То есть, у человека с большой буквы, да, человека, в его силах поднять голову настолько, чтобы достичь небес. Теперь очень интересно, он говорит, такую подробность, почему-то Расулам, а почему не просто выпрямился во весь рост, как ангел, да, и вот достал как бы небес, такой исполин велика. А из этого тоже делают очень интересно вот этот вот немшаль, вывод, вывод или мораль. Почему? Потому что человек поднимается, либо должен подниматься по ступенькам. И поэтому, поэтому образ именно лестницы. человек поступает, человек постепенно поднимается наверх, да, и при этом, достигнув верха, он спускается обратно на землю. Вот это, на мой взгляд, совершенно потрясающая картина. Совершенно потрясающая картина. При этом, при этом, он как бы цитирует, приводит посылку из Таилии. очень на эту тему, которая говорит Ташеф Энош Ад Дака, Дака, я думаю, ты, в смысле Всевышний, ты можешь опустить, раздробить, как угодно, да, опустить человека Ад Дака, то есть полностью его превратить в ничто. и при этом сказать в этом марш шубная, но при этом сказать возвращайтесь. То есть человек может пасть в самый низ, но при этом у него есть сила вернуться обратно. И в таком, мы видим, да, мы видим, что вот в таком понимании вот эта история о Суламе Якова по существу является продолжением истории сотворения человека. Как сказано в книге Брешит во второй главе, да, в седьмом стихе. Ваяцар Ашема Луким это Адам и создал с двумя юдами. Не Бара, как в первой истории, да, а второй Ваяцар с двумя юдами, с двумя Ецарами. Ваяцар Ашема Луким это Адам и создал Господь Бог человека из Адама из земли, а фар Мина Адама из праха земного, а дальше что дальше написано? Ваяцар Нишмат Хаим и вдохнул в его ноздри Нишмат Хаим. Нишмат Хаим душу, душу жизни. Ваяцар Адам Ленеф с другой страны в этом мы можем как раз усмотреть вот эту разгадку той лестницы, которую видят Яков. Теперь дальше, смотрите, есть очень интересная тема, стараюсь ее вкратце сказать, которая разбирает другой аспект, тоже очень интересный. Он отличается от того, что мы разбирали вот до сейчас. Вопрос такой, вопрос очень, кстати, близкий к тому, что разбирает Дима Капелевич, доктор Давид Капелевич на своих занятиях, да, что такое метраж и так дальше. Ханан Паратор спрашивает такой вопрос, в чем это не он задает, вопрос как-то традиционный. Амнам Яшаф Элуи Маля Арт. А что действительно можно себе представить, что Илогим Всевышний действительно как бы обитает на земле? Мы же знаем, сказано в Таилине, небеса, небеса это обитание Всевышнего, а земля это для человека. Приводят очень интересно из книги Малахим Аллах, можете посмотреть 8 главу 27 стих. Вот тем же вопросом задавался Шломо Амеллах, когда он строил храм. И он спрашивает, Шломо Амеллах, кяум нам ешеф Элуим Аля Арт. И что действительно будет, ну не сидеть, а будет обитать Всевышний на земле? Амеллах, и не 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 включить, не небеса и не небеса небес не могут тебя объять. Афки Абайтазе Ашербаните неужели тот дом, который я построил, сможет это сделать? И вопрос Амнам, а действительно Шуэль Шломо, спрашивает Шломо, а действительно ли существует, может ли существовать вообще связь между Эл-Ильон, между Богом Всевышним и как бы человеческим существованием земным, которое в очень многих аспектах является ченонизменным? И спрашивает, а вообще какой смысл строить храм на земле и ожидать, что в нем будет шхена божественное присутствие? И тогда, тогда он пишет еврейский как бы ответ в ответ в противоположность философии греческой, которая говорит, философская греческая философия. Эйн айло мекиротха вэони йодэ вэйн эйло макиротха вэйно йодэ кванатха умасэха. Что говорят греческие философы. Ну, так пересказал Ханан Барат, я думаю, что действительно так. Они как бы постулируют, что богам они тебя не знают, им нет никакого дела до направления твоих мыслей и до твоих поступков. А, это он цитирует Кузаре. Кузаре первую статью. Мамар решен. Но, с другой стороны, мы-то здесь видим, да, как сказано ешэф элуим аля арец вэ ахэн ешэлуим бэмакомазэ. То, что сам Яков говорит, да, после этого сна, ахэн ешэшэм бэмакомазэ, а действительно в этом месте есть божественное присутствие. То есть, вот это вот ответ греческим философам. И это ответ в каком-то смысле на то, что спрашивает Шломо. Интересно, очень интересно, продолжает Ханапарат, и говоришь, если сравнивать с книгой Деврей и Амин, да, в книге Деврей и Амин были добавлены всего два слова потрясающего значения вот к этой молитве царя Шломо в книге Малахима. Какие два слова добавлены? Смотрите, сказано. Повторяется то, что говорит Шломон с давлением двух слов. Каких слов? Кяумнам ешеф илуим это Адам аля арец. Добавляется два слова это Адам. А действительно ли будет присутствовать Всевышний с человеком на земле? Я тоже вот это вот это Адам вы знаете на иврите когда сказать то, что по-русски с можно сказать с человеком можно сказать по-разному. Как сказано бы Нуах Аллах это Энукин. С это вот есть вот Эд но это отдельная вещь про это можно поговорить и понять почему написано Эд. То есть вот этот вид соединения человека с Богом каким образом вложить слово Эд. С другой стороны отсюда совершенно можно сделать вывод что божественное присутствие Бога на земле оно может осуществляться только через человека который присутствует на этой земле и тогда мы из этого можем как бы прийти к пониманию и человек и Господь Бог действительно может обитать на земле но при этом вот этот сулам лестница которая соединяет между небом и землей это человек и этот человек был бы в образе Иакова как сказано сулам муцаф арца эта лестница выдружена или стоит на земле а его голова его можно понять как голова Якова достигает или входит в небеса и тогда как бы вот у нас вот у нас вывод вывод очень интересный резюме какое что такое что такое лестница которую мы пытались сначала поднять это лестница ушмо адам это лестница это человек с большой буквой прям этот человек смотрите это перекликается с известным подходом известного нам комментатора сейчас вы как бы без моих слов поймете о ком идет речь да причем эта лестница или даже этот человек который олицетворяет собой эту лестницу он не является статическим он является динамическим и поднятие вот это динамическое поднятие человека оно одраготит то есть оно постепенное это не по-видимому это я от себя добавляю это не вид некоторого катарсиса когда человек вдруг прозревает и что-то видит он поднимается по лестнице и в этом его динамик чем дальше он поднимается по лестнице для чего для того чтобы потом спуститься на землю и в этом его идея и в этом его идея поднятие на землю ведь какая потрясающая штука и тогда нам объяснить так Ханан Парат объясняет каким образом в какой-то степени следует замудрю сами мы видели что это не на пустом месте почему эта картина что-то поднимается и опускается что он поднимается на землю то есть соединяется с божественным для того чтобы спуститься на землю но более того самый как бы еще более обобщающий вывод он такой что мы видим что здесь Яков а в образе Якова человек с большой буквы видит видит предназначение какое его предназначение он видит что предназначение его дальнейших порождений его потомков заключается в том чтобы построить дом Бога здесь на земле более того на земле в которой он лежит там тоже известный медраж что вся земля Израиля она как будто сконцентрировалась сжалась под праотцом Якова что он лежит на всей земле Израиля то есть идея заключается в том что он и его потомки их предназначение заключается в том чтобы находясь в земле Израиля построить здесь дом Божий подниматься к небу и спускаясь спускаясь нести как бы я не знаю божественный смысл всем остальным всем остальным народом и в этом идея этой лестницы осуществляет то что сказано в неврыху быха кормишь поход адаму у бизараха и благословляться в тебе все семьи все народы земли и в твоем потомстве ну вот как бы на одной ноге это то что тут еще дальнейшее у него продолжение очень интересно что Равку про это говорил но мы к сожалению сегодня уже за один раз не успеем все это объять во всяком случае в целом вот эта концепция которая мне очень понравилась о том что лестница по существу это лестница которая в самом якобе более того это даже не лестница в якобе а сам якоб по существу он является той лестницей которая соединяет небо и землю и в более общем смысле это человек с большой буквы который в силах которого превозможность так можно сказать земное притяжение по ступенькам подниматься навек для того чтобы спуститься вниз ну вот как бы на самой одной ноге вот этот вот пересказ того объяснения которое я нашел в фанан-параде окей если у кого-то есть вопросы замечания то я как бы с удовольствием попытаюсь ответить по ним окей можно такие даже не столько вопросов сколько размышлений вслух вот мы же говорим что гениальность творца в том числе заключается не только в том что он смог создать что-то из ничего но он по сути сделал равноправного что ли партнера в виде человека который может достичь его уровня может вот в этой части как раз таки с лестницей Яковой объясняется что человек посредством этой лестницы может подняться до уровня творца да смотри вот то что он приводит из Дивреямим где опять задается тот же самый капитальный вопрос а нам не шеф Элло Кейм а что действительно Господь может здесь обитать но это как бы капитальный вопрос любой религии наверное и то что добавляется два слова это Адам то есть с человеком причем я еще раз говорю это слово это это более сильное чем я пошел с Васей не знаю в магазин это совсем другое это гораздо более глубокая связь с человеком то да тогда тогда божественное присутствие может не знаю быть осуществляться или чувствоваться на земле но вот так наверное да я с тобой согласен сто процентов еще такая мысль если можно правильно ли будет сказать что вот это все стало возможным только когда уже появился семьяков даже Израиль то есть народ Израиля то есть до момента образования народа такая лестница не была возможной да наверное да наверное да но вот мы как бы говорили уже что у каждой про отец у него у каждого есть свой лебелист так можно сказать грубо говоря да такой архетип Авраам это гора это гора Мурия где сказано и на горе увидишь ты узришь узришь ты и он увидел то что не видели Элезар и Шмай которые шли которые вели сопровождали Авраама и Ицхака до того места когда он им сказал увидите что-то они сказали не мы ничего не видим он понял что дальше их будет присмысленно потому что они они не в теме они не видят да вот и дальше это Ицхак Ицхак это саде Ицхак это поле Ицхак это про отец который никогда не выходил вне земли Израиля который сеял пахал получал сторицы и так дальше да вот и дальше это Яков Яков правильно как ты говоришь Яков это Байт Яков это Байт это дом это в смысле дом Израиля вот это вот мне кажется потрясающая мысль была вначале но мне очень понравилось о том что как бы высокие духовные постижения человека они совершенно зачастую скажем так не связаны а может быть даже наоборот с его как бы материальной обеспеченностью и вообще безопасностью жизни и так дальше у Якова был это сейчас я так говорю да у Якова был то что я слышал от Рафстензальца слово драйв у Якова был драйв вот на этом драйве на этом драйве он поехал грубо говоря и он ощутил себя вот этой лестницей вот так как я это понимаю при этом находясь в состоянии беглеца который спасается от мести от руки брата тем не менее видит такой потрясающий видит такой потрясающий сон даже как бы не столько не то что видит сон тут тоже Тханапарад он пишет на иврите это звучит очень классно что он он как бы это был не просто как бы видел сон а он был это видимо тоже его сон это была это разница от слов которые видел например фараон здесь был сон это было некоторое какое-то физическое переживание ощущение это было совсем другое вот так наверное окей пару слов можно добавить пожалуйста ну вот очень хорошо сказать все что говорилось подвело как раз к тому моменту вот как бы небольшому это пшат который обобщает все это вместе то есть пшат мы знаем что это место храм бетель вот и лестница это как бы символизирует храм и почему как бы поднимается опускается очевидно там жертвы и Всевышний отвечает так далее и так далее но вот то что связано с Яковом рост Якова и так далее это проходит через всех прадцев действительно все они как бы побывали на том месте по очереди каждый вот но Якова видно что он как и прадцы его на самом деле пока они вызревали они все как бы были озабочены своим родом своим хозяйством своим родом особенно Яков он действительно очень-очень был родительный такой как бы сказать хозяин и он заботился вот именно поэтому Ривка его и предпочла потому что знала что он такой будет но в свое время и Сара помогала но постепенно эти прадцы вырастали до того что они понимали что это не просто значит род а это должен быть особый народ который будет служить Всевышним каждый в свое время это понял значит Абрам это понял в свое время когда привел Исхака это было его испытание когда он значит привел его на Акиду для Исхака это было значит то когда он должен был дать богословление и вот он этот испуг это было то прозрение когда он предпочитал Лихого этого Иссава а на самом деле он должен был богословить Якова вот он это я думаю что он именно из этого испугался а Яков у него это целая-целая история. Вот как она связана с нашей Парашой, это очень интересно. Он когда вернулся в Израиль, после того, что провел время у Лавана с большим хозяйством, потом пришел с одним посохом и все. С ним случились всякие неприятности. Да, кстати, он когда интересное сопоставление. Он говорит, что вся земля будет ваять, а он просит очень простые вещи. Вот если ты мне дашь одежду, чтобы я вносил, если ты мне дашь пищу для пропитания, то я тебе дам десятину. Опять таки намек на то, что будут даваться десятина в храме. Он просит совершенно простые вещи. После того, что он служил Лавана, вся его забота была создать хозяйство, создать все. И вот с ним случилась неприятность с Диной. И он когда пришел в Шхем, Шхем это символ обогащения, на самом деле. Это север, это символ обогащения, в противоположность югу. Юг это мудрость, а вот Байтель, он как бы посередине находится. И вот он там приносит жертву все, и случается, несмотря на все это, что он принес там жертву и все такое, случается эта трагедия с Диной. Как это связано с лестницей? Вот, это связано так, что Всевышний, когда он с ним это случилось, он ему говорит так, пойди, говорит, на то место, где ты был, и там принеси мне жертву. То есть это говорит о том, что это место храма, в конце концов, оно должно стать главным, единственным, где следует приносить жертву. То есть это связано с лестницей с тем, что рост, как вот было указано, да, этой ступени, по которой поднимается Яков, вот, одновременно это и то, и то, это двойной какой-то такой машар. Она заключается в том, что он проходит очень долгий путь, пока он номинально становится Исраилем, когда он борется с ангелами Сава, да, это один рост. Потом у него испытания с Юсефом. Он все никак не может понять и смысла, так сказать, его потока Юсеф. Фактически он именно, несмотря на то, что Яков назван Израилем, но именно Юсеф реализует, в конце концов, то, чтобы этот народ стал народом, да. Вот эта вот лестница, она одновременно и связь с землей, и связь с того, что Яков должен пройти вот этот путь и возмужать, и стать не просто Яковом домохозяином, а должен стать вождем народа. Вот. Это, как бы, лестница, она связывает и то, и то. И этот момент с жертвоприношением, он очень хорошо, как бы, мне кажется, показывает, да, место, где надо проносить жертву. Окей. С этим я согласен. Кто-то что-то еще хочет сказать, либо мы на этом будем заканчивать? Ну, хорошо. Больше, как бы, я не слышу замечаний. Давайте на этом закончим. Всем, как бы, спасибо за присутствие и участие. Будем продвигаться дальше. Окей. Всем счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok